Доброе утро! Вот чем он нам запомнится. Международный день снежного барса отмечается сегодня. Также в этот день, в 1814 году, впервые была проведена пластическая операция. Провел ее Джозеф Карпио, и было это в Лондоне. День работников рекламы в России отмечается сегодня. Это профессиональный праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков нашей страны. Праздник отмечается с 1994 года. Родились в этот день Петр II, император всероссийский, внук Петра I. Также итальянский детский писатель, автор известного всем приключения Чиполлина Джани Радари. Советский композитор, народный артист Юрий Саульский. И бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле. Сегодня отмечает день рождения. По лудному календарю луна убывающая. Подошел день пассивности и провести его желательно в покое и одиночестве. Не надо начинать ничего нового, но в то же время следует завершить обязательно начатые дела. Делайте все неторопливо и никуда не спешите. Берегите себя от случайных контактов и неожиданностей. Надеюсь, что погода сегодня не будет для нас неожиданной. Прогноз погоды на канале НВК Саха. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 14, минус 19 градусов. Днем ожидается до минус 4, минус 9. В Заречии минус 9, минус 20 утром, днем минус 6, минус 10 градусов. В Южных улусах минус 14, минус 22 утром, днем до минус 6, минус 7 градусов. А в Вилюйских улусах минус 2, минус 9 утром, днем минус 3, плюс 5 местами. В Нижне-Ленских улусах минус 8, минус 13 утром, днем до минус 7 градусов. В Западных улусах минус 4, плюс 2 градуса утром, днем ожидается плюс 2, плюс 7 градусов. В Колымен-Дигирских улусах минус 3, минус 15 утром, днем минус 1, минус 12 градусов. В Янских улусах минус 15, минус 17 утром, днем минус 10, минус 15 градусов. В Северо-Западных улусах минус 7, минус 13 утром, днем ожидается минус 4, минус 11 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила минус 17 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 4,6 градусов. А самый длинный перелет в мире будет длиться еще дольше. Регулярный пассажирский рейс из Сингапура в американский город Нью-Арк, который длился рекордные 18 часов, снова станет доступен с 9 ноября. Все это время пассажиры должны будут находиться в масках. Рейс Сингапур Аirlines был приостановлен 23 марта из-за пандемии коронавируса. Теперь полет, который называли подвигом выносливости, будет длиться еще дольше. Дело в том, что точкой прибытия вместо Нью-Арка станет аэропорт в Нью-Йорке. Самолету вместо 15 и 3 тысяч километров придется преодолеть на 5 километров больше. Дорога в США займет 18 часов 5 минут, а обратно 18 часов 40 из-за встречного ветра. Экипаж будет носить защитные очки, перчатки и маски. А пассажиры должны находиться в масках все время, если только не едят и не пьют. Обручальное кольцо ценою в эффектное фото. Пользовательница Reddit опубликовала на ресурсе забавное и одновременно грустное видео. Девушка получила предложение руки и сердца. И чтобы похвастаться этой новостью, решила сделать небольшое фото кольца. Для этого она позвала на помощь своего пса, которого усиленно дрессировала. Положив на нос питомца кольцо, девушка хотела сделать фото, но уже в следующее мгновение пёс открыл пасть и проглотил украшение. Вероятно, питомец подумал, что его снова тренируют с помощью лакомства, потому поступил привычным образом. Этот момент сама невеста сняла на телефон, вы только что его увидели. В конце видео обрывается, и, к сожалению, мы не знаем, каков был финал. Однако в комментариях к ролику пользователи отметили, что девушке не стоит переживать. Она сможет вернуть украшение после первой же прогулки со своей собакой. Мужчина приютил тем временем у себя 300 бездомных животных, чтобы спасти их от урагана. В доме мужчины на время поселились собаки, кошки, козы и куры. Рикардо Пименталь из города Канкун, что в Мексике с детства занимается спасением животных. 9 лет назад он даже основал в городе приют Тиера де Анимелс, в котором живут не только кошки и собаки, но и черепахи, игуаны, коровы, овцы, козы и другая живность. В начале октября по стране прошелся сильный ураган Дельта. А стихия могла не на шутку навредить постояльцам приюта, которые вместе не помещались в одно здание. Тогда, чтобы уберечь животных от опасности, мужчина решил на время укрыть их в своем доме. Так в одну ночь в его доме оказалось одновременно 300 животных. Они все себя вели хорошо, делится Пименталь. Все они стерилизованы, привиты и почти все готовы к тому, чтобы отправиться в новую семью. А сам он теперь планирует построить на территории приюта больше надежных укрытий, в которых животные будут в безопасности. Быть утренней пташкой и вставать рано – это большой вызов для большинства из нас, пожалуй. И уж тем более заставить себя делать зарядку по утрам. Конечно, вытащить себя из кровати и заставить двигаться – это та еще задача. Но для настоящих воинов чем сложнее битва, тем слаще вкус победы. Итак, пришло время боя, после которого любая дневная задача обязательно дастся вам с легкостью. Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами сделаем утреннюю зарядку с применением функционального тренинга. Упражнения из функционального тренинга, которые помогут вам поддержать свое тело в тонусе. Итак, поехали! Я вам покажу альтернативу приседаниям, потому что приседания даются, к сожалению, не всем. И у кого-то могут быть больные колени. Давайте на ширине тазовых костей наши ноги согнули, таз отвели назад, руки перед собой. Мы сделали маленькое приседание и сделаем с вами мах. Еще раз показываю. Раз, выдох, пяточкой толкаем пол, как будто мы отталкиваем пол на выдохе. Пятка у нас ровно, да, стопа? Мах. Не заваливаемся вот так в сторону, делаем все четко, да, корпус у нас стоит ровно. И еще. Восемь. Семь. Выдох. Шесть. Пять. Четыре. У вас все получается. Три. Выдох. Два. Вверх. Один. Вверх. Отлично. Сделаем, поставим ноги на ширине плеч. Подтянули живот, спина ровная. Сделаем вдох глубокий и выдох. И еще раз. Вдох, выдох. И еще раз. Вдох прямо на носочки и выдох. Хорошо. Следующее упражнение на мобильность тоже всего тела. Поехали. Ноги полусогнутые на ширине тазовых костей. Одна рука на поясе, другая у нас на готове. Вот исходная позиция. Отправляем. Делаем выпад. Сильно далеко ножку ставить не надо. Растягиваем весь корпус. Два. Внимание. Раз. Два. Поехали. Раз. Выдох. Два. Это у нас тоже, да, модификация выпадов, которые тоже не всем даются. Но их можно заменить на такие, между прочим, они более эффективные, чем приседания, выпады в классическом варианте. На вторую ногу точно так же. Опорная полусогнутая. Рука у нас на готове. Мы отправляемся с вами. Отправляем ногу по диагонали. Раз. Назад. Здесь тоже мы делаем линию. Если не получается сильно низко и не надо, главное у вас должен быть, да, отведен таз назад. И в колене не должно быть острого угла. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще три раза. Два. Один. Закончили. Я вам желаю хорошего дня, отличного настроения. Будьте всегда на позитиве и на волне. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Надеюсь, вы разминулись, проснулись, взбодрились. Хочу напомнить вам про наш WhatsApp номер. 8-900-14-279-2262. Отправляйте свои сообщения, пожелания. По возможности их зачитаем в нашей программе. Ну а гороскоп на пятницу 23 октября раскроет вашу уникальную сторону. Не сравнивайте себя с другими. У всех свои хорошие и плохие стороны. Если вы сможете в определенных ситуациях задействовать свои лучшие качества, то вам просто не будет равных. А звезды вас обязательно поддержат. Гороскоп на 23 октября советует Овнам оторваться от профессиональной сферы. Вам нужен дом и отдых. Теперь вы почувствуете, что ваш дом похож на несокрушимую крепость. Если вы все еще одиноки, велика вероятность, что все изменится. Для успеха вам следует полюбить окружающих вас людей. Тельцы. Обратите внимание на себя и свое желание. Пора исполнить пару из них. Есть возможность купить какую-нибудь старую вещь. Пора. Давно хотели познакомиться с друзьями. Сейчас самое благоприятное время. А если вы хотите отдохнуть и полежать в кресле, то делайте это. Не делайте что-то через себя. Гороскоп на 23 октября предупреждает близнецов. Утром вас ждут ссоры и обиды. Днем стоит поинтересоваться здоровьем своих близких и друзей. Приведите в порядок свою внешность днем. Ракам в этот период не стоит спешить с первой приходящей мыслью. У вас есть выбор взять синячку в руки или поймать журавля, но уже в небе. Потом долго не раздумывать и довольствоваться малым. Но на любом пути вам предстоит встретить чудесное время. Возможно, вас ждут перемены. Львы, вам пора зарядить людей и себя оптимизмом, который приведет к успеху. И в вашем сердце возникнет согревающая душа, вселяющая надежду и любовь. Не будьте черствым и скупым на кажущиеся бесполезными вещи. Не сомневайтесь в своих мыслях, кто бы что ни говорил. Сегодня у Дев есть прекрасные шансы добиться карьерных успехов в прекрасных возможностях для своего бизнеса. Установив прочные отношения с партнерами. Но не забывайте в этом месяце о своем здоровье. Уменьшите или избавьтесь от вредных привычек. Любые препятствия в жизни будут легче, пока вы в форме. У весов сегодня день планирования чего-то серьезного. Проявите интерес к теме модернизации бизнес-недвижимости и рабочего пространства. После рабочего дня вас могут ждать конфликты и некоторые неприятности. Круг общения скорпионов пошатнулся. Будьте внимательны к людям, а общие дела никому не доверяйте. Большое количество людей не означает, что вам будет легче достичь каких-то высот. Есть большая вероятность, что они получат от вас прибыль. Давно намеченные планы стрельцов уже заждались. Пора их выполнять. Удача не обойдет вас стороной в профессиональных изменениях. Только помните одно – не бросайте тех, кто с вами работает. День может быть многообещающим в романтических делах. Теперь козероги уверены в себе и в своих желаниях. Чтобы приблизиться к заветной цели, хватит сильного духа и энергии. Но будьте готовы подождать и не упустить мелочи. Есть большая вероятность, что к вам обратятся за помощью. Не отказывайте и не забывайте о своем физическом здоровье. Водолеи в это время должны напрячься. И вы станете еще ближе к своей цели. Это правило распространяется на все районы. Стоит немного попутешествовать. Вас ждут приятные сюрпризы. Рыбы. Будьте готовы ко всему в собственном доме. Будьте спокойны, не стоит показывать свой эпатаж. Если не воздержитесь, могут возникнуть проблемы. Ваше эмоциональное состояние нестабильно. Возможно, срывы и всплески. Доброе утро. Мы продолжаем. Впереди у нас небольшая рекламная пауза, после которой мы подробнее поговорим снова о кадровом конкурсе «Таланты Якутии». Узнаем, что такое фестиваль Ice Fest. Также поговорим об акции, которую запустили на площадке нашей компании. Акция «Жизнь без алкоголя. Залог успеха». Оставайтесь с нами, отправляйте свои вопросы на наш WhatsApp номер. Горячая распродажа холодильников. В техноторге цены тают. Так, например, холодильник 180 сантиметров за 19 тысяч 900 рублей. В торговом доме «Сербеке» супер-грандиозные скидки. Только в июле. Только для вас. Торговый дом «Сербеке». Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по двум документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес. Улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, третий этаж. По статистике, 80% пожаров в лесах происходит по причине неосторожного обращения с огнем. Не допусти пожара в лесу. Береги лес от пожара. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутия. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Кадровый республиканский конкурс «Таланты Якутии» проводится по инициативе правительства нашей республики для жителей региона в возрасте от 18 до 45 лет. Принять участие в нем могут все, кто чувствует в себе силы и желание стать лидером нашей республики. Прямо сейчас с нами на прямой связи по скайп ректор высшей школы инновационного менеджмента Ольга Сукуева. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Катерина. Доброе утро, жители Якутии. Расскажите, на данный момент, с каких районов республики наиболее активны будущие участники прием заявок? Откуда наиболее активно идет? Регистрационная кампания конкурса уже начала обратный отсчет. Всего два дня остается до приема заявок. Действительно, районы очень активные. Хочу отметить Намский, Верхневилюйский, Черопчинский, Тайтинский, Мегенокангаланский, Лусы и, конечно, город Якутск. Здесь достаточно много условий для того, чтобы охватить больше жителей Якутии, потому что конкурс идет дистанционно. Нынешняя ситуация, конечно, открывает для нас вообще новые возможности. Там, где у нас перебой со связью, на помощь идет Центр социально-психологической поддержки молодежи, администрация района. То есть мы прилагаем все силы, чтобы у ребят, у которых нет доступа к интернету, они могли зарегистрироваться на нашем сайте. Поэтому действительно возможности есть у каждого и призываем всех активно начать регистрироваться. Да, действительно. Ольга, ну мы знаем, что деловая игра «Министр» на протяжении 10 лет выявляла самых ярких лидеров нашей республики. И многие из них подают заявку повторно уже в кадровый конкурс «Таланты Якутии». С какой целью они это делают? Многие участники министра действительно неоднократно участвуют в этапах этого конкурса. Дело в том, что каждый из них получает из себя очень профессиональную, комплексную обратную связь о своем личном потенциале. Для них открываются новые горизонты. Они получают уверенность в том, чтобы начать более амбициозные проекты. Работодатели действительно отмечают этих людей, потому что у них есть мотивация на личное совершенствование. Это люди, которые могут на себя взять больше, которых интересует гораздо больше, чем предлагает среда. Один из конкурсантов прошлого конкурса вчера зарегистрировался в нашем конкурсе и сказал, что конкурс — это серьезный стимул посмотреть на себя со стороны. Лично я смог получить объективную оценку своих профессиональных возможностей, личных качеств. Нашел, понял, в чем я силен и на чем мне стоит сосредоточиться. И в каком направлении дальше развивать свои компетенции. Это слова Петра Бурнашова, аргойт для управления финансов администрации муниципального района в Саладанский район. Именно эту профессиональную обратную связь мы даем. Мы даем рекомендации по развитию. И каждый получает мотивацию на то, чтобы идти развиваться дальше. Мы знаем, что до финала дойдет целых 300 человек. Что их ждет и что их будет стимулировать к победе? Действительно, в финал выйдет 300 участников. Это 100 участников из группы А с возраста 18 до 22 лет. Группа Б от 23 до 35 лет. Это уже 200 участников. И 36-45 лет. Всех участников ждет, помимо того, что на каждом этапе мы даем обратную связь о прохождении тех или иных оценочных этапов и рекомендации по развитию. И ждет очень интересная и, по-бресту слову, крутая программа развития проживных компетенций. Называется она LabTalents, лаборатория талантов. На протяжении 8-месячного курса обучения их ждет марафон, встречи с интересными людьми, вызовы. Это веревочный курс. И, конечно же, это многочисленные тренинги и работа в командах. В течение 8 месяцев с ним будут работать индивидуальные коучи. Будет проектная работа. Поэтому, действительно, это серьезная большая программа. В течение 8 месяцев команды инициируют проекты, направленные на развитие Якутии. И уже в самом финале 10 лучших победителей, которые проявили себя в течение вот этого 8-месячного акселератора, они получат гранты на обучение в лучших международных и российских вузах. Ольга, давайте напомним, кто может стать участниками, что от них требуется. Участником конкурса может стать любой житель в возрасте от 18 до 45 лет. Есть специалисты, студенты, которые в настоящее время находятся за пределами Якутии, но фактически проживают у нас, поэтому они также могут принять участие. В первую очередь, это те люди, которые мотивированы на рост и развитие, которые хотят применять общество, страну в целом к лучшему. Поэтому здесь активная позиция и никаких ограничений у нас для участия в конкурсе нет. Ну и стоит отметить, я думаю, что прием заявок продлен до 26 октября. Да, действительно, до 26 октября мы ждем заявки. В течение всего этого времени у нас работает горячая линия. Вся информация размещается в Инстаграме, на аккаунте ЯТалант2020, в группах в Фейсбуке, на сайтах высшей школы и на портале команды Сахагуф.ру. Я призываю всех регистрироваться. Для вас работает также горячая линия. Телефон 8 924 560 44 27. Я всем жителям Якутии призываю активно регистрироваться, напоминать своим близким, коллегам, друзьям, детям, внукам о том, что идет такой очень интересный конкурс. Это испытание, в первую очередь, для себя, для тех людей, которые действительно у нас в Якутии очень активны, неравнодушны к развитию нашей республики и страны. Да, действительно, я уверена, что молодежь, жители нашей республики смогут сделать ее более эффективной, комфортной и благоприятной. Ольга, спасибо вам за подключение. Отличного вам дня сегодня, хорошего настроения. Напомню, с нами на прямой связи был ректор высшей школы инновационного менеджмента. Ольга Сукуева. Мы продолжаем и приглашаем вас окунуться в мир музыки. Наша телезрительница Аделия Трофимова, любительница музыки, познакомит вас с австрийским пианистом и композитором Карлом Черни. Здравствуйте. Сегодня я вам хочу рассказать об эстрийском пианисте, композиторе Карле Черни. Первым учителем Карла был его отец. Маленький Карл научился играть на фортепиано в три года. В семь лет начинает сочинять пьесу, в девять лет дает концерты, а в пятнадцать лет становится преподавателем музыки в Вене. Субтитры создавал DimaTorzok Малва о Вундеркенде разнеслась по многим городам. К нему ученики хотели попасть многие. Например, его учеником стал Ференс Лист, будущий композитор. Позже Карл Черни и его ученики будут давать совместные концерты, а вырученные деньги отдадут на создание памятника любимого Бетховена. Черни обожал своего учителя Людвига Бетховена, ведь тот обучал его с раннего детства. КОНЕЦ Сейчас я сыграла этюд Черни в минимальной скорости, потому что я недавно стала его разучивать. Но я очень хочу так же быстро играть, как он. Произведения Черни очень сложные и очень-очень быстрые. Его пьесы учат все дети, которые ходят в музыкальную школу, потому что на его пьесах хорошо отрабатывается динамика и аппликатура. КОНЕЦ Что ж, желаем модели творческих успехов, несомненно. А вам, дорогие телезрители, хотим напомнить, что выходя из дома, не забудьте с собой средства защиты, маски, перчатки, антисептики. Компания «Польза миру» поставляет средства защиты против вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Российское производство, вся продукция имеет сертификаты. Рециркулятор бактерицидный, рассчитан на 50-60 квадратных метров. Он безопасен и закрытого типа. Блокатор дезинфицирует воздух вокруг человека. Этот картридж можно носить как бейдж. Срок его действия с момента вскрытия 30 дней. Есть детские и взрослые для организации, магазинов и школ. Также в наличии медицинские маски в упаковках по 10 и 50 штук. Антисептики для рук объемом 20 мл, что очень удобно. Ну а у нас впереди небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутск Энерго А что здесь происходит? Министр экономики сейчас даст комментарии по... Цену на нефть. А вы откуда знаете? Не я. А российская газета. Российская газета. Расскажем главное. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО «ДСК». Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Продолжение следует... Осенний ценопад в магазине медтехники «Инфротерм» на бесконтактные термометры, дозаторы, рециркуляторы. А также в наличии трехслойные маски по 4 рубля. «Инфротерм». Петровские ряды. 8 800 250 39 01. Звонок бесплатный. Доброе утро. Мы продолжаем. «Жизнь без алкоголя – залог успеха». Так называется акция, которую прокуратура Якутии проводит совместно с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям. Целью акции является профилактика причин и условий, способствующих употреблению алкоголя и совершению преступлений. В акции принимают участие субъекты системы профилактики правонарушений, Министерства внутренних дел, Коскомсанятости населения, Министерства здравоохранения, предпринимательства, торговли, туризма, культуры, физической культуры и спорта, труда и социального развития, а также Общественная палата Республики. Передовой опыт накоплен у заместителя-председателя Общественной палаты нашей Республики Елены Шудря. Елена Ивановна также является лидером движения «Трезвая Россия». Елена Ивановна сегодня в нашей студии. Доброе утро. Здравствуйте. Елена Ивановна, ну как давно в Республике у нас проводится антиалкогольная политика? Антиалкогольная политика проводится у нас очень давно. Еще в 19-20 веке народ понимал, что трезвость – это норма жизни, что употребление алкоголя приводит к различным бедам. Не только социального характера, но, как вы и сказали, являются причиной различных правонарушений. Это народ подмечал, и в том числе подмечали и наши руководители разных времен. И, соответственно, такая работа проводилась. Она проводилась, может быть, не так громко, но она проводилась системно. То есть народ стремился к трезвости, а в этом ему помогало государство, ну или руководители того периода, которые были конкретно на местах. И мы знаем, что у нас в Чуропче в 1904 году возникло первое так называемое общество трезвости. И к нему были причастны такие известные люди, как Алексей Елисеевич Кулаковский. Ну мы знаем, что без профилактических мер не добиться хороших результатов. Какие меры проводятся сегодня? Ну сегодня проводится очень серьезная государственная политика в отношении трезвости. И мы говорим не только о профилактике употребления алкоголя, но и говорим уже о том, что трезвость это норма жизни. Мы вернулись к правильному пониманию сегодняшнего мира. Действительно, мы живем в очень стремительном времени. И если раньше мы говорили, что нужно адаптироваться к окружающему миру, то сегодня мы говорим успеть как бы вписаться в окружающий мир и в те вызовы, которые мы получаем сегодня. И действительно, вот мы сейчас стоим на пороге очень серьезного такого вызова, как демографическая яма, кризис демографический, который, скажем так, сейчас на устах. Ну а одна из причин, скажем так, нашего неблагополучия в этом направлении, в том числе и смерть от насильственных причин, где погибают наши молодые мужчины, женщины, которые могли бы иметь детей и так далее. Поэтому это очень серьезная государственная проблема, которую мы должны решить. Елена Ивановна, какие показатели антиалкогольной политики, каких результатов сегодня мы добились? Самые главные показатели, на которые мы должны опираться, потому что в любом случае существуют определенные законы и определенные индикаторы. И если мы говорим, что процесс брожения мы отменить не можем, он в природе существует, но другой вопрос, отравляться нам или нет. И вот есть такой показатель среднедушевое потребление алкоголя. И еще в 2009 году Владимир Владимирович Путин, будучи на посту председателя правительства Российской Федерации, подписал такую концепцию по снижению среднедушевого потребления. Ну вот как бы за этим индикатором стоит очень много. Потому что снижая среднедушевое потребление, мы видим сразу улучшение всех социальных наших направлений. В том числе рождаемость, брачность. Очень серьезно влияет на количество преступлений. Потому что мы знаем, что алкоголь это яд, токсин. И с точки зрения законов химии, токсикологии, в первую очередь алкоголь действует на центральную нервную систему. И там всего лишь 7, скажем так, стадий. Даже любое употребление, когда человек никогда не употреблял, но употребляет в первый раз, все равно же действует на центральную нервную систему. И в этом состоянии сначала человек вроде приподнятый настроение дурашливое, а потом наступает сразу же вторая стадия, стадия агрессивной активности. И активность может быть направлена как против себя, так и против окружающих. И поэтому не зная законов, мы не можем правильно решать. Слава Богу, что сейчас наша настоящая государственная политика, она это видит, и поэтому мы говорим об индикаторе снижения среднедушевого потребления. Что в принципе мы и наблюдаем. И наша республика Сахай-Якутия является в этом плане, ну не побоюсь этого слова, лидером. Действительно вот наши руководители, начиная с Николаева Михаила Ефимовича, приняли очень серьезные документы и были созданы очень серьезные государственные структуры. Такие, вот как, наверное, у многих еще в памяти и можем сейчас как бы назвать, это департамент по охране генофонда народов республики Сахай-Якутия. Причем он был создан в 1994 году. Буквально вот только, значит, мы вот тут получили, значит, свои, значит, серьезные проблемы, серьезные вызовы, у нас распалось как бы большое государство. Было очень много сложных моментов, в том числе резко вот скачок среднедушевого потребления алкоголя. И наше руководство приняло очень серьезный шаг. Это серьезная государственная политика, когда от первого лица идут такие вот серьезные заявления. И дальше мы видим, что очень у нас успешный был период Егора Федоровича Борисова, когда уже личным примером, конкретным требованием со своих подчиненных вот проводилась в жизни такая политика. И сейчас мы пожинаем эти плоды, второй индикатор, очень большой отклик самой общественности. То есть вот есть политика работы государственной власти, а есть отклик населения. И откликом населения мы считаем такой индикатор, как создание территории трезвости. Они у нас есть такие самостийные, без принятия ограничительных мер, территории трезвости мы называем. А есть такие, которые пошли вот по пути законодательному и 188 сел ограничили продажу алкоголя. И в тех, у которых трезвость уже 5-6-7 лет, мы видим вот те самые показатели снижения преступности, потому что это как бы сопутствующий фактор, сопутствующий индикатор, увеличение рождаемости, увеличение как бы благополучия тех людей, которые живут в этих территориях. И мы сейчас уже можем эти индикаторы предъявить не только здесь в республике, но и на уровне Российской Федерации. Елена Ивановна, спасибо вам за то, что пришли к нам этим утром. Желаем, чтобы проблема все-таки решалась в нашей республике. Что-то, может, хотели бы пожелать? Да, я бы хотела пожелать еще конкретно каждому жителю, каждой семье. Ведь когда что-то происходит, мы говорим, мой сын не мог это сделать. Он не мог что-то совершить. Но когда ситуация уже прижимает, мы по тяжким преступлениям понимаем, что каждая мать, наверное, хотела бы, чтобы вот это не произошло. Но оно происходит. И чаще всего на алкогольной почве. И тогда родители говорят, как последний момент оправдания. Трезвый был бы, не попал бы в эту ситуацию. Трезвый был бы, не совершил преступление. Поэтому я хотела бы обратиться к нашим телезрителям. Берегите своих детей, чтобы они не стали жертвами преступлений, находясь в беспомощном состоянии. И сами не стали преступниками, находясь вот в этой агрессивной стадии алкогольного опьянения. Спасибо вам большое. Плодотворной работы. Отличного дня, Елена. Вам спасибо. В следующем сюжете мы познакомимся с теми, кто на личном опыте, на себе узнал о вреде алкоголя и о его последствиях. Тем не менее, они нашли в себе силы, встали на правильный путь и знают, самое важное, как организовать свой досуг. Дружество анонимных алкоголиков – это всемирное движение. В Якутске оно ведет свою работу уже более 10 лет. Мы делимся с друг другом этим опытом выздоровления. Это одна из основных составляющих выздоровления. Мы рассказываем, как мы справляемся с теми или иными ситуациями жизненными, сложными. Есть такой момент в том, что, так скажем, зависимый алкоголик поймет другого зависимого алкоголя. То, о чем мы не можем говорить, например, с своими близкими людьми. Потому что человек, у которого нет проблем с зависимостью и алкоголизмом, он не поймет о наших внутренних переживаниях, почему мы ведемся так или иначе. Иван начал злоупотреблять курением и алкоголем еще в школе. Так продолжалось около 20 лет. За это время он несколько раз оказывался между жизнью и смертью. Осознавая, что сам с этой проблемой справиться не сможет, он обратился в сообщество. Сегодня Иван уже более 4 лет ведет трезвый образ жизни. Я научился проводить праздники без алкоголя, веселиться своими детьми, 1 января ездить на горках, кататься. То есть, знаете, получать кайф от трезвой жизни. Я из этого выбрался, я это получил бесплатно, причем анонимно. И я это сейчас передаю другим, вот это свое трезвость. Алкоголизм – это болезнь. Если в семье болен один, страдают его близкие и все окружающие. Отношения с самыми родными – детьми. Алкоголь разрушил и у Сары. На протяжении 38 лет бутылка разрушала и душевное состояние женщины. Я просто не видела выхода из этого. Сама я бросить не могла пить, потому что не то, что там силы, воли нет. Я не видела просто смысла жить дальше. Как бы дети выросли, да, внуки как бы сами там, да, живут там, дети их воспитывают. Я как бы свободна. И я одинока, да, я вдова, и поэтому я как-то смысла жизни не видела. Самое тяжелое для меня было мое душевное состояние, потому что мне было стыдно, мне было очень тяжело с этим опять вести двойную жизнь. На людях одно, на одине там другая. И поэтому вот это вот, мы алкоголики, мы же носим тысячи масок. И вот эта вот лживость, вот эта, она очень-очень разъедает душу. Я не понимала, как жить в трезвости, потому что, ну, я не знала, как быть трезвой в жизни. Я боялась проблем. Я постоянно от них убегала. В работе групп используется программа «12 шагов АА». Сама программа полностью изложена в книге «Анонимные алкоголики», написанной в 38-39 годах участниками групп, для других участников и тиражируемой в традиционно синей обложке. А единственное условие для членства – желание бросить петь. И хочется, чтобы люди, которые посмотрят эфир, да, там, ну, задали себе вопрос, да, и честно на него ответили, есть ли у меня проблемы, да, с этим алкоголем, с алкоголем. Скажу, чтобы люди не боялись, да, там, как предпринимали новые шаги и верили в то, что, ну, есть эта помощь. Вот. Главное – это обратиться. А чтобы вернуться к нормальной жизни и не загубить в себе стержень здравомыслия, больной алкоголизмом человек должен как можно быстрее обратиться к специалисту за квалифицированной помощи. Но встает вопрос, к кому идти? Врачи традиционной медицины выписывают таблетки, которые помогают только на химическом уровне. Возможно, самое время обратиться к глубине своего подсознания и найти там многие ответы. Об алкоголизме с точки зрения психологии мы сегодня будем говорить с Айталиной Тимофеевой, с педагогом-психологом. Айталина, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Расскажите, каковы все же психологические особенности этого недуга? Психологические особенности алкоголизма идут, конечно же, с подсознательного, потому что в этом отношении, когда человек употребляет, он чаще всего подменяет то, чего у него недостает, так сказать, гиперкомпенсация. И после этой гиперкомпенсации он входит в созависимые отношения уже не субъект-субъект, а субъект-объект, да? То есть не человек-человек, а уже человек и алкоголь, да? И вот эти отношения, они подменяют ему психотравмы, да? Может быть, еще какие-то психологические проблемы, как низкая самооценка или же проблемы в отношениях, да? Детские травмы и так далее, и так далее. То есть это чаще всего психологическая замена какой-нибудь психотравмы. Правда ли, что мужчины все-таки страдают чаще в отличие от женщины? И почему так происходит? А на самом деле, если с психологической точки зрения смотреть, то у мужчин и женщин почти одинаковые причины алкоголизма, да? Если мы, конечно, будем рассматривать с медицинской точки зрения, то, конечно, там все по-разному. Но детский, он отличается. Детский алкоголизм и его особенности на самом деле в том, что чаще всего там проходят не только психологические какие-то зажимы и так далее, да? Там снятие уже социальной адаптации, да? То есть это когда в группе хочется вписаться как-то и так далее, пытаются дети натренировать прием вот этого яда, психоактивного вещества, чтобы потом не выглядеть какой-то белой вороной, да? То есть там социальный фактор играет более важную роль, чем у взрослых людей. Но чаще все-таки, получается, в подростковом возрасте, да, дети начинают выпивать? Дети, да. Чаще всего это в подростковом возрасте, потому что тут важно понимать, что когда мы принимаем этот яд, почему некоторые не становятся алкоголиками вообще по жизни, хотя выпивают иногда, да? Это потому что у каждого индивидуально происходит вот этот прием и, конечно же, защита от алкоголя, да? У каждого организма это индивидуально происходит. И что мы можем сказать? У детей эта система, она очень слабая, поэтому дети менее подвержены алкоголизму. То есть если я говорю о детях, это до 10 лет, да? Потому что у них очень сильная реакция ввиду слабой защиты, и из-за этого это как панацея от алкоголизма до 10 лет. И если, получается, взрослый человек, он очень плохо реагирует на алкоголь, да, и на эти вещества, допустим, он засыпает и еще что-то и так далее, то получается, это тоже у него как самозащита от того, чтобы не стать зависимым человеком. Ну что делать с родителем, если, ну, они заметили, да, что ребенок вот приходит с запахом алкоголя, да, обратиться сразу к психологу нужно или что? Да, потому что на самом деле, если это происходит в семье, чаще всего родители могут неадекватно воспринимать, не объективно рассматривать причины того, почему ребенок пьет. Потому что чаще всего родители отрицают свою какую-то вину в том, что они недосмотрели и так далее. И поэтому тут обязательно объективная оценка и желательно... Вот есть еще различать нужно, да, то есть если ребенок один раз вдруг на вечеринке его там в первый раз, и он пришел домой и сказал, мама, я выпил, прости меня, тогда это уже другой вопрос, и с этим можно разобраться тет-а-тет, как бы с разговором. Но если это часто происходит, ребенок агрессирует и так далее, желательно признать, что мы теряем контроль и прийти к специалисту. То есть это психолог и психотерапевт. Айтолина, ну, у алкоголика есть свой психологический портрет, да? Какие факторы можно выявить у человека? Да, психологический портрет есть. То есть почему я сказала, что женщины и мужчины вот в этом плане одинаковы? Потому что неважно, на какой работе человек работает, неважно, сколько ему лет, если ему там старше 25, то они все ввиду каких-то алкогольных зависимостей, они становятся почти одинаковыми. Это что? Первый признак – это то, что человек абсолютно не воспринимает себя больным, да? То есть он никак не отвечает на вопрос о том, что алкоголик ли он и так далее, да? Он начинает агрессировать, да? Второй как раз-таки принцип – это получается то, что он агрессирует на то, что ему указывают, на то, что ему нужно посократить количество употребляемого. Это во-вторых. В-третьих, это низкое чувство ответственности и может быть созависимое отношение, да? То есть наличие психотравм или, может быть, мозго-черепновых каких-то, да? Травм – это тоже может быть причиной, когда человек зависим от алкоголя. Айталина, спасибо вам за полезную беседу этим утром. Я думаю, мы еще успеем поговорить о ней подробнее. Спасибо вам. Плодотворной работы, уважаемые телезрители, обращайтесь только за квалифицированной помощью. Будьте здоровы. Впереди у нас небольшая рекламная пауза. Каждый иностранный гражданин, прибыв на территорию Российской Федерации, обязан соблюдать законы и правила пребывания. В случае совершения неоднократных правонарушений или совершения преступных деяний, законодательством предусмотрены меры государственного принуждения в виде ограничения на въезд в Российскую Федерацию. Решение о запрете въезда принимается на основании Федерального закона Российской Федерации и порядка, изложенного в ведомственных регламентах, распространенные причины запрета на въезд в Россию. При этом отметка о запрете на въезд однозначно будет поставлена в следующих случаях. Иностранцу, которому запрещен въезд в Россию, в документе, удостоверяющем личность, проставляется отметка «Въезд не разрешен». Наложить запрет на въезд в Россию иностранным гражданам имеет право несколько государственных органов. Для нарушителей миграционного законодательства предусмотрена административная ответственность, в том числе и такая мера, как принудительное выдворение. Незаконное пересечение государственной границы наказывается штрафом, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Попробуй продукты на дом с бесплатной доставкой на сбермаркет.ру. Более 70 любимых товаров по суперцене теперь в Якутске. Сбермаркет. Цены ниже. Доставка бесплатна. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по двум документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес. Улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо. Третий этаж. Тотал Боди. Это комплексные МРТ головы, тела и суставов. Выявляют мельчайшие анатомические отклонения в организме на самой ранней стадии болезни, когда еще нет никаких симптомов. 634 человека уже прошли это передовое обследование в Якутске. МРТ «Тотал Боди». Моя уверенность в завтрашнем дне. Только в Викторе Клиник. Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно, не выходя из дома, без комиссии, очередей КАС. В удобное для вас время с помощью онлайн-сервисов. Через портал «Электронная ЖКХ». Через личный кабинет на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций. Через мобильное приложение вашего банка. Помогите оплатить услуги ЖКХ своим родителям, пожилым родственникам. Своевременно оплачивая, мы помогаем обеспечить качество услуг ЖКХ. Комфорт и уют в домах. Доброе утро, мы продолжаем. В Якутии планируют проведение зимнего ленд-арт-фестиваля по названию «Айсфест». В концепцию фестиваля входит создание арт-объектов, которые интерпретируют новые художественные мифы и визуализируют ощущения современного искусства через художественный образ путем использования природных материалов, таких как лед, снег, дерево и подсветки. Зимний ленд-арт-фестиваль «Айсфест» планируется в необычном месте, на угольном карьере «Кангалаский», расположенный в часе езды от города Якутска, с прекрасной возможностью окунуться в формат отдыха на природе. Организаторы конкурса приглашают творческих людей принять участие в конкурсе на создание ленд-арт-объекта. Главная его цель – создать что-то интересное и необычное. Для этого необходимо направить заявку на экскизный проект на адрес электронной почты leta.yakutia.gmail.com не позднее 3 ноября. Организаторы фестиваля отмечают, что будут отобраны самые интересные тотальные арт-объекты, которые взаимодействуют с контекстом. По итогам заседания будет выявлено 4 победителя, который получит по 100 тысяч рублей на изготовление и установку арт-объекта в поселке Кангаласы. Кроме этого, в рамках фестиваля пройдут интересные мастер-классы и лекции приглашенных экспертов архитектуры, искусства, дизайна. Будет проведена стратегическая сессия, презентация мастер-плана территории Кангаласы. Также планируют световое, проекционное и огненное шоу. Выставку молодых художников и дизайнеров и многое-многое другое. Ну а к этой минуте рада зачитать сообщение. Поздравление к нам пришло. Любимого внука Сережу Громадского поздравляем с днем 11-летия. Желаю быть всегда жизнерадостным, успешным и удачливым. Мы присоединяемся к поздравлениям и поздравляем Сережу. Драма «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова стала обладателем приза зрительских симпатий 18-го кинофестиваля «Меридианы Тихого». Получила приз исполнительница главной роли, заслуженная артистка Якутии, этнопевица Валентина Романова-Чискрай. Напомню, в Якутии премьера фильма состоится весной 2021 года. Ну а с премьерами этой недели знакомимся в нашей рубрике. А, это день смерти отца. Он был спасателем и погиб на пожаре 17 лет назад. Смотрите сегодня в кинотеатре Лена премьеру драматической комедии «Король Стейтен Айленда». Что ты с ним возишься? Ему 24, дорогуша. Новая работа современного американского режиссера Моллера Джада Апатоу, создателя «Немножко беременна» и многих других лучших комедий последних лет. Теперь его главный герой – великовозрастный балбес, который до сих пор живет с мамой, тусуется с друзьями юности и ничем особо не занят. Хотя сам себя считает выдающимся тату-мастером. Правда, даже его лучшие друзья сомневаются в его таланте и мастерстве по этой части. И вот однажды мать героя ставит ультиматум, и ему приходится все-таки съехать. Так, 24-летний Скотт вынужден учиться жить самостоятельно. Пора уже взрослеть. Время летит быстро. Как думаешь, зачем я курю? Чтобы его притормозить. Мне кажется, я никогда не оправдываю ничьих надежд, вечно всех разочаровываю. Спасибо, что выслушала. Хоть кто-то относится ко мне по-человечески. Всегда пожалуйста. Доброе утро. На этом наша программа подходит к концу. Желаю вам отличных впереди выходных. Прощаюсь с вами. Отличного вам настроения. Далее передаю слово своим коллегам из якутского блока Пелагея Буртахова и Джулус Иванов уже готовятся к эфиру. Оставайтесь с нами. Всем пока. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее, с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей. Реки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова